Приветствую уважаемые зрители, меня зовут Флоки и добро пожаловать на новенькую серию по игре Кэтс. В прошлый раз мы остановились на том, что мы были на третьем этапе чемпионата и я вам сказал то, что в этой серии мы будем с этого третьего этапа перебираться на четвертый. Но это произошло вне серии, потому что мы заняли одно из шести первых мест и из-за этого меня перекинуло на следующий этап. То есть там подходило окончание этого турнира через несколько часов, я этого не учел, из-за этого меня перекинуло на четвертый этап. Собственно сейчас в какой-нибудь части экрана вы увидите, как я открывал сундук, который мне дали награду за переход с одного этапа на другой. Может быть кому-то это будет интересно. Собственно сегодня мы проапгрейдим нашу тачку, потому что я вам обещал то, что в этой серии мы откроем пару сундуков. Я уже на протяжении того времени, пока выходили ролики на моем канале и я играл в эту игру собственно, я открывал сундуки и я набрал кучу новых деталей. Сейчас я вам покажу тачку, которая более-менее будет нормальной. Я уже с ней пару раз поиграл, сейчас я просто построил ту, которая у меня была в прошлой серии, чтобы типа ну сделать вид то, что я ничего не менял как бы. Вот, но на самом деле я уже все менял и делал супер крутую тачку, которой делал ну очень много побед в серии. И это вообще на самом деле очень классно. Как видите на моих сундуках очень много коронок. Это все благодаря вот этой вот моей новой тачке, которую я вам сейчас покажу. Давайте для начала откроем все эти сундуки. Спасибо, вы мне в комментариях подсказывали, для чего вот эти вот коронки нужны. Я на самом деле не знал, но вот мне подсказали, я узнал. Вот, получается мне дают, ну вот на мои детальки, которые мне с ящика впадают дополнительный, ну дополнительный уровень. Это на самом деле очень классно. Вот, ладно, открыли мы обычный сундук и сейчас откроем два супер ящика. К сожалению, на этом только одна коронка, потому что, ну, что-то я как-то не успел набрать побольше. Но потом я уже более-менее играл и уже успел много очень набрать. Ох ты, новая классика, прикольно. Титан не выпал и ракетница, а еще что-то выпадет получается скутер. Вот, кстати, куда эта коронка пошла. Ну, неплохо. Две супер детали, да, лет хорошо. И последний супер ящик откроем, и потом уже можно будет апгрейдить нашу тачку. Ну, вот там еще новые детали выпадут, и может быть что-нибудь вообще супер классное получится. Так, диск. О, ракетница уже выпала. Каким образом она у меня уже выпала сейчас? Капец, мне уже такие крутые детали доступны. Но прикол в том, что я еще не перешел на следующий этап турнира, где они должны быть доступны. Смотрите. Так, где же, как вам это показать-то? Карта. Вот, видите, у меня откроются металлические детали только когда я пройду четвертый этап. Но потому что у меня была коронка, я так понимаю, мне уже заранее упало, когда я еще только на четвертом этапе. Мне еще недоступны эти металлические детали. Это на самом деле очень классно. Ну, такого я еще не видел. Это супер клево. Давайте мы сейчас найдем... А, это же ракетница была. Вот я дундук. Вообще что-то не то смотреть стал. Ладно, давайте найдем эту ракетницу и посмотрим, что у нее вообще по урону. Так, я что, я пробежал? Она в начале, походу, где-то была. Ракетница вроде как в начале. Ну да, я пропустил, конечно, я молодец. Так, ну и где она? Ага, вот она. Ну, всего лишь 5 энергий и 55 урона. Это на самом деле по сравнению вот с этими ракетами. Это просто вообще супер какой-то. Ну, давайте мы сейчас возьмем какой-нибудь крутой корпус. Вот этот у меня, кстати, классный корпус. Ну, я вот не знаю, брать его. На самом деле классно было взять корпус, который будет сразу с двумя оружиями. Но у меня, к сожалению, такого нет. Потому что я в прошлой серии писал то, что классика это имба. И на самом деле классику я, наверное, сейчас и буду использовать. Возьмем мы вот это. Так, здесь у нас что? Здесь у нас по хп меньше. Ну, на самом деле это пофиг. Так, сейчас мы возьмем сюда, я вот думаю, ракету взять или что-нибудь другое. Ну, давайте пока что колеса поставим. Колеса у меня какие были? Сейчас давайте-ка я вспомню. О, у меня тут новинка. О, кстати, для классики у меня как раз-таки. Ну, давайте возьмем, что ли, я не знаю. Ну, хотя, блин, я промахнулся, вот классика. Ну, давайте попробуем. Возьмем плюс 50 и возьму маленький. У меня маленький. У меня вообще два маленьких вот этих колеса стояли. И как-то, ну, не знаю, вроде бы удобно все было. И ездила классно тачка. Это у нас что? Ну, это уже не для нас. Потом у меня стояло вот это вот ускорение. Или что это? Как оно называется? А, нитро. Вот у меня нитро, короче, стояло. Вообще очень классно. Очень супер помогает. И вот сейчас, давайте, у меня стояло здесь жало, кажется. Или как оно называется? По-моему, жало. И оно вообще было просто супер крутое. Так, ну, тут тоже 50. И там тоже практически 50. Ну, давайте пока что попробуем сыграть именно такой тактикой. Плюс у меня сейчас нитро стоит. И нитро, наверное, лучше будет все-таки не для ракеты. Вот. Ну, давайте попробуем. Но эту ракету можно будет поставить на какой-нибудь другой корпус, который у нас будет потом. То есть она очень мало занимает энергии. И это, на самом деле, огромный плюс. Пошлите в чемпионат. Я без записи вообще не играл. На самом деле, уже как долго я уже хотел перейти на новый этап. И потом еще на следующий, чтобы у меня новые детали уже наконец-таки открылись. Но я без записи решил ничего не делать. Так что давайте сейчас все сделаем на записи. Блин, сейчас мне что-то вообще жестко не повезло. Я вот с этими колесами еще не особо уверен. Потому что, видите, как-то он в воздух летит. Это, на самом деле, вообще фигово. Вот. А так-то, ну, очень прикольно. Ну, мы уже один бой проиграли. Видите, он в воздух летит. Наверное, все-таки я поставлю два маленьких колеса, как у меня и стояли. Потому что, ну, все-таки, они у меня уже тактика проверены. И сейчас попробуем. Вот. А когда одно большое, блин, он куда-то просто в воздух улетает. Это вообще не очень. Так, где у меня? Вот. Ставим его. Хоть минус 15 хп, ну, на самом деле, пофиг. Давайте сейчас попробуем. Будем сейчас экспериментировать и посмотрим, что получится. Вот, видите, вообще, практически все прониры, все валуны, они просто сразу переворачиваются. Вот. Видите? Это прониры, до этого был валун, и они все просто, ну, жестко от классики улетают. Ну, блин, вот такие вот, это вообще минус. Классика против классики. Особенно, которые так низко опущены. Заниженные классики, это вообще не очень против моей тактики. Так что, ну, блин, не знаю, что делать. Так, это вообще чувак без оружия. Просто катер свой поставил. Смотрим дальше. Так, ну, ну, этого я тоже выиграю. Валун перевернулся. Ну, говорю, все прониры и валуны просто берут и переворачиваются. Ну, блин, мне для мгновенного перехода нужно всех победить, я так понимаю. Все 14 побед сделать, но я уже сделал один проигрыш. На самом деле, фигово. Ну, ладно. Попробуем хотя бы вперед выбраться. Так, этого вообще быстро. Ну, блин, если сейчас я всех убью, то мне получается всего лишь только против одного чувака что-нибудь нужно будет модернизировать, да и все против классики. А, ну, вот еще одна классика. Блин. Я вот даже не знаю, что сделать. Колеса поменьше поставить. Мне кажется, блин, все равно как-то не очень. Ну, посмотрим. Вдвоем мы уже проиграли. Это были две классики, которые были занижены. Вот. Только и мы пока что проиграем вот этой вот моей машинкой новой. Так, здесь у нас катер, кстати, мощный. Но, к счастью, мы его снова поднимаем и мне ничего от него не прилетает. Просто его спокойно убиваем. И вот это, кстати, тоже нас выигрывает. Или нет? А, нет, все-таки выиграл. Так, ну что, сейчас будем делать что-то с колесами. Потому что, ну, явно вот эти вот опущенные... Ох ты, как фпс жестко проседает, когда эти монетки засчитывались. Потому что явно то, что когда, получается, опущенная у нас идет, классика против нас. Тогда мы явно просто быстренько проигрываем. Можно, знаете, что попробовать? Давайте сейчас я... Вот здесь у меня останется такое же колесо. А поставлю я... Какое же я поставлю? Вот печенька на печеньку похожая. Вот так вот сделаю. Но... Ну, блин, давайте, короче, попробуем. Давайте просто я посмотрю. Она хотя бы вниз опускается. Ну, кстати, неплохо. Не знаю. Как-то все равно вверх летит, потому что сзади у меня колесо такое побольше. Ну, все же, оно уже пониже будет. Ну, давайте попробуем. Вот это классика. Нет, я все равно как бы залетаю. Здесь вообще я жестко переворачиваюсь. Блин, вот против этой классики нужно что-то думать. Нитро, блин, убрать я других выигрывать не буду. А хотя, знаете, я что придумал? А давайте-ка попробуем. Если я корпус сменю у классики, вот на этот, например. Блин, а я вот этой фигней передней не буду доставать. Блин. Знаете, что я придумал? Смотрите. Если мы поставим вот эту ракету сюда, потом мы поставим... Ну да, реверс нам придется поставить. Это. И потом я ставлю два колеса. Ну, тут уже не имеет значения. Мне нужно смотреть, у которых больше всего получается по хп. Вот этот диск и... Ну, тут мало. Вот это, наверное, тоже 40. Ну все, давайте попробуем, что ли. Не знаю, что на самом деле из этого получится. Это просто такая тачка на проверку. А что? Ну, этого чувака мы убили. Это на самом деле меня радует. И этого тоже убили. Блин, все-таки эта ракета вообще такая ничего. И этого перевернули. Ну, давайте смотрим. На самом деле не знаю, что из этого получится. Но если я смогу вот этой вот тактикой победить, то это вообще супер офигенно будет. Блин, а этот чувак... Ну, классно. Классика решает на самом деле. Вот, этого мы убиваем спокойно. Надеюсь, мы сможем сделать мгновенный переход в этой серии. Я не хочу там ждать до окончания этапа, получается, сколько там? Полтора дня, если не больше. Вот, это на самом деле очень долго. Вот, а я уже хочу давным-давно новые детали. Так, этого мы тоже убиваем. Остальных мы, кажется, убиваем, если я не ошибаюсь. И нам остается только вот этот вот большой титан в конце. Я не знаю, сможем мы его или нет. Ну, а пока что мы вообще всех наизичах решаем. Отлично. Вот я с этим тоже что-то боялся. Ух ты. А, все отлично. Вот это тоже мощный, кстати. Было бы мог спокойно нас сыграть, если бы не ракеты. Так. Отлично. Это убиваем. И все. А, мы победили. Все. Мгновенно следующий этап. Это вообще офигенно. Нам даже титан в конце не попался. Такс, отлично. Сейчас мы еще один сундучок открываем. Получается, мы переходим с четвертого на пятый. Вообще офигенно. Вот видите, у меня там, получается, шестой ранг. И меня из-за этого перекинуло. Такс, какую наклейку? Давайте вот эту возьмем. И что, сундук, супер ящик. Ну, давайте посмотрим. Циркулярка, ракетница. Ну, мне охота что-нибудь новенькое. Потому что, ну, это на самом деле будет круто. Но, увы, что-то ничего нового не выпало. Ну, блин. Ну, ладно. Пофигу, на самом деле. Здесь попробуем, что ли, сыграть? Я вот не знаю. Ох ты ж, е-мое. О, а вот против этого чувака мы вообще отлично попали. Так, классно. Одного мы уже убиваем. А вот этого нет. Этот нас просто сейчас развалит. На изи. Он слишком мощный. И этот тоже, блин. Вообще. Ну, ладно. Сейчас, я думаю, можно будет вот это все закончить. Посмотрим, сколько побед мы сможем сделать. И потом я уже, наконец-таки, начну улучшать свои оружия. Потому что я еще не раз ничего не улучшал. У меня все первого уровня. А очень-очень много у меня всяких деталей, которые мне не нужны. Вот. Этого мы тоже побеждаем. Посмотрим, сможем на первые шесть мест хотя бы попасть. Это будет на самом деле хорошо. У этого слишком хп много, что-то. Блин. Ну, один выстрел немного не хватило. Так. Ну, это мы проиграем. У него что-то ракета тоже мощная. Ну, этот проиграл. Потому что у нас классик. Как-никак. Он на нас заехал и все. Так. С этого тоже выигрываем. Семь побед мы сделали. Бой у нас двенадцатый. Получается, пять мы проиграли. А. Вот сейчас мы уже не пять, а четыре проиграли. Я просто ошибся. Этого тоже выиграли. И последний бой. Ну, четыре всего проиграли. На самом деле нормально. Но там явно чуваки были мощнее нас. Так что, если мы будем более-менее улучшаться, то, мне кажется, все будет супер-классно. Хотя, смотрите. Тут у нас чувачки тоже только перешли. Они только в этом этапе. И. Ну, мы пока что на первом месте. Здесь побед мы сделали. А этот что за чувак? Тоже десять побед сделал. А, вот. Он нас как раз-таки один из тех, кто нас выиграл. Ну, ладно. Мы убедились в том, что он тоже крутой чувак. Но. Он нас выигрывает. Но остальных чуваков не выигрывает. Каких-то четырех там. Вот. Так что, это хорошо. У меня пятьдесят тысяч золота. Это, на самом деле, очень много. Ух ты. Я в своей деревянной лиге на четвертом месте. Очень много дали за переход с одного этапа на другой. Потому что у меня было четыре тысячи. И, кстати, тут люди поменялись у меня. Да, кстати. Точно. Потому что у меня был чувак какой-то лол с четырьмя тысячами. Но его сейчас нет. Ладно. Давайте мы сейчас немножечко проапгрейдим нашу тачку. И посмотрим, что у нас здесь можно улучшить. Я вот не знаю. На самом деле, тут у меня новое открылось. Новый столбик открылся. И... Не знаю. Но мне кажется, вот это вот самый бестолковый. Дешевый пропуск. Ну, что-то как-то вообще. Это только, наверное, тем, кто жестко о рейтинге своем заботится. Вот. Так. Получается, повышать здоровье шкифов. Ну, титаны я тоже ими вообще не играю. Жало здесь. Не знаю. Давайте сейчас посмотрим. И что-то вот из этого, я думаю, мы сможем прокачать. Либо же мастер-ракетницы, либо же мастер-жалы. Сейчас нужно посмотреть, что вообще мы будем делать с нашим вот этим драндулетом. Блин, вот на самом деле очень фигово то, что у нас, блин, ничего такого классного из корпусов нет. Это вообще отстойно. Вот это, наверное, возьмем. Просто я на самом деле вообще не люблю вот эти титаны. Они все переворачиваются, как нефиг делать. Ну, просто ради интереса можно попробовать. Плюс хп у нее еще дофига. Ух ты, а здесь вообще сразу три оружия можно. Ну, всего лишь семь энергий. Ну, это вообще бред. Так, здесь у нас катера, кстати. И, блин, вот если бы можно было на этот поставить сразу два оружия, вообще бы было офигенно. Вот сюда можно сразу два оружия поставить. Ну, какой-то у него уровень маленький. Может... А, вот у меня проныра есть четвертого уровня. И на него можно два оружия. И тринадцать единичек энергии. А что там по валунам? Давайте посмотрим. Здесь тоже можно два оружия поставить. Ну, давайте попробуем. Сюда мы поставим ракету. Назад. А сюда вперед, наверное, мы жало поставим. У меня есть жало, короткое или длинное. Здесь урон 69, а где тут? Тут 50. Давайте поставим короткое, короче. Что-то оно все-таки помощнее. А, у меня энергии недостаточно для него. Эх. Ну, для этого у меня тоже не будет достаточной энергии. Так что, наверное, мне стоит использовать там одну штукенцию. Где она? Я даже не знаю, в каком она разделе находится. Но надеюсь, что в этом. Слишком много у меня корпусов. Надо будет, наверное, продать какие-то. Или здесь она? Блин. А где находится-то? Что-то даже не знаю. Давайте выйдем и снова зайдем. Ага, вот. Так, и мне нужно энергии сюда воткнуть. Мне сколько не хватает? Две энергии в этот корпус. Тут всего лишь плюс один будет. И тут тоже всего лишь плюс один. Сразу две, что ли, придется потратить? Ну, пофиг, давайте. Конечно, не знаю, нужно это вложение или нет. У меня, на самом деле, пока что крутого корпуса нету. Нет, точнее. Так что, что вливать, я, честно говоря, даже не знаю. Так. Так, вливать или не вливать, точнее. А у меня тут еще циркулярка есть. Ну, это вообще слишком мало урона. Так что, где мое жало? Я сейчас его ставлю. И можно попробовать уже в бой отправиться. Там у чуваков уже, кстати, лазеры есть. И, блин, тоже жесткое оружие такое. Достает? Ну, более-менее достает. Сейчас вперед поставим поменьше колесо, а назад побольше, чтобы он как бы наклонялся немножечко. Вот. Здесь у меня... Ну, сюда может это колесо подойти. И какой-нибудь сейчас для параныры с плюсиком найдем. Если оно, конечно же, есть. И, блин, только для валуна. 35 и здесь 35. Бигфут не нужен. Поставлю вот такой вот диск. Диск. Ну, блин, давайте попробуем, посмотрим. Если что-то не получится, короче, то можно будет уже сменить. Так, ну, у меня уже что-то монетки как-то забрали, медальки. И этот чувак, который... Даниэль, блин. Он поднялся. Ага. Ну, этому чуваку я уже проиграл. Дальше смотрим. Так, ну, его выиграл. Хорошо. Ух ты, какой жесткий. Победили. Отлично. У меня так много урона, кстати, общего. Это капец. Этот парень нас вообще жестко порешал. У него еще больше, чем у меня урона общего. Пока что у нас два поражения. Ну, давайте смотрим. О, у чувака диск такой прикольный новый. Ну, неплохо идем. Два проигрыша. Это мы проиграем? Да, это мы тоже проиграли. Капец. О, здесь импульс такой жесткий у нас был. А у этого жало прокаченное. Ну, мы все равно его победили. Отлично. Здесь вообще чувак АФК. Дальше у нас тоже чувак с ракетой. И мы ему проиграли. Из-за импульса этого дурацкого. Блин, я даже не знаю. Ну, сейчас у нас даже поражений больше. Что-то. Сейчас у нас больше поражений. Фигово. Этот Даниэль, блин, вообще на следующий уровень перешел. Ну, ладно. Уже серия практически 20 минут длится. Я, наверное, уже буду заканчивать. Посмотрим. Я буду без записи смотреть, что да как можно сделать с этой нашей тачкой. И, может быть, уже в следующей серии мы сможем, ну, просто быстренько перейти на следующий этап. Вот. Ребята, еще раз всем огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Подсказывайте мне. На все комменты, как вы, наверное, можете заметить, я всегда отвечаю. Так что пишите, не стесняйтесь. Всем огромное спасибо за просмотр. Удачи. И пока-пока.